Приветствую вас, Юлия. Вы спрашиваете, точнее говорите, что не знаете как быть, но... Я могу вам задать встречный вопрос. Как быть, чтобы что? Какая цель обращения к нам, специалистам? Потому что проблему-то можно решать в зависимости от того, чего вы хотите. Хотите разобраться в себе, например, поможем разобраться в себе. Изменить отношения к вашему возрасту. Больше полагаться на себя. Избавиться от комплексов, от стереотипов, которые сейчас над вами давляют, например. Вот. Работать самооценкой. И так далее. С другой стороны. Вы выбрали себе мужчину, который младше вас на 8 лет. Ну, это не такая большая разница. С одной стороны. Это не 10, не 15 лет. Разница. С другой стороны. Почему-то вы его выбрали. С другой стороны. Вы сомневаетесь в нем? Вы сомневаетесь в себе? В чем здесь проблема? У вас общий интерес и говорите вы. Вы хотите ребенка? Правда, зачем? Вы хотите ребенка? Это отдельная тема для разговора, но тем не менее. Так вот. Можно рассмотреть этот момент. В конце концов, вы вдвоем можете обратиться к психологу и вместе пообщаться. Вот. Ключевая проблема здесь, как мне кажется, заключается в том, что вы не доверяете себе. Вот вы говорите, что он знает, что я старший, но не знает на сколько. Я не знаю, как ему сказать. То есть вы степняетесь стыдите своего возраста. Вот. Это очень важно разобрать. Почему вы стыдите своего возраста? Почему вы не доверяете себе? Вы говорите, я не женифер Лопес. И я не могу тратить много денег на омолодление и спас салоны. Почему-то вы считаете, что внешний фактор здесь играет внешнюю роль? Ну, опять же. Если вы выбрали себе такого мужчину, чтобы ориентироваться чисто на внешнюю сторону, на поверхностные отношения, на, скажем так, но страшную или эротическую любовь, то, да, тут у вас, скорее всего, в будущем будут проблемы. Самые странные. Физический человек может меняться на протяжении возраста и не в лучшую сторону. Значит, характер человека тоже может меняться и тоже не в лучшую сторону. А вот если мы говорим о любви, духовной любви, о полном принятии себя и партнёра, то здесь ситуация, конечно, не касается ни возраста, ни физических данных, ни характера. Другой вопрос, насколько вы, опять же, принимаете себя и принимаете молодого человека и принимает ли молодого человека вас. Вот. То есть тут следует говорить о том, опять же, какого мужчину вы выбрали и какие для вас ценности присутствуют в отношениях. В отношениях, потому что, к примеру, если вы во главу угла отношений ставите физические или эротические, то есть характерологические показатели, то мужчина, вероятно, в возрастах 25 лет вам не очень подходит. Потому что это всё-таки больше ориентировка идёт на страст, ориентировка идёт на характер и так далее. Вот. Ребёнок, опять же, тут не очень понятно, зачем. Вот. С другой стороны, если мужчина в 25 лет серьёзный, если вы видите, что ему важно, если вы видите, что ему интересно, если вы видите, на что он ориентирован, то, на мой взгляд, это не особо важно. то, сколько ему лет. Другой вопрос, это как вы относитесь к отношениям. Извините, извините за... ...патологию. Вот. Потому что, если, к примеру, вы можете наслаждаться отношениями с детьми сейчас, предполагая, что человек каждую секунду делает выбор в пользу того, быть с вами или нет, то вы можете наслаждаться отношениями с молодым человеком столько, сколько вы сможете это делать. При этом, чётко отдавая себе отчёт, что в случае разрыва ребёнок всё равно не останется без папы, не останется без мамы, потому что мужчина будет платить алименты и всё такое. Вот. Но, если вы хотите себя как-то обезопасить, обезпечить, что вы хотите что-то предвосвитить, спрогнозировать, то это ещё больше про, опять же, тревожность, это больше про недоверие своим чувствам, это больше про отсутствие личных границ. Но, в первую очередь, конечно, это комплексы по поводу стыда, по поводу вашего возраста, по поводу того, если мужчина вот младше вас. Это стереотипы, это так называемые интроекты, то есть внушённые вам идеи общества, которые не очень такие отношения признают, но, опять же, потому что так не принято. Вот, хотя, совсем недавно, по меркам истории, каких-то, ну, больше ста лет назад, по меркам истории, это вообще ничто. Ну, вот, совсем недавно, можно было совершенно спокойно, 16-летних людей, значит, женить друг на друге, а в некоторых странах мира до сих пор это делают. Ну, то есть, как бы, здесь вот нужно всё-таки понять, что важно не какие-то социальные стереотипы, а важно именно то, что вы хотите, то, что вы чувствуете молодому человеку. Даже не то, что молодой человек вам чувствует, а то, что вы чувствуете к нему. И вести себя именно в соответствии с тем, как вы воспринимаете его, и всё, и всё. Конечно, параллельно с этим очень важно определиться с тем, что для вас значит ребёнок, и почему вы хотите ребёнка, ещё, в общем-то, даже не поженившись. То есть, есть ощущение, что ребёнок для вас имеет какое-то большое значение. Только не нужно, пожалуйста, говорить о том, что возраст и всякое такое. Ну, рожать ребёнка ребёнка только потому, что возраст это странно. Как и рожать ребёнка только потому, что хочется быть мамой, то есть это странно. Ведь хочу быть мамой, это что, это ваше желание. А ребёнок, он, как бы, к этому желанию никакого отношения не имеет, да. Это люди, вот они не всегда сознают, что, как бы, заводя детей, они, по сути, имеют дело с самостоятельным человеком. И из-за этого очень часто ребёнок становится вместилищем желаний родителей. Вот как вы стали вместилищем некоторых представлений людей о возрасте и о ценностинности. Вот сейчас, сейчас вы переживаете вот эти проблемы. Я вот не думаю, что вы хотели бы для своего ребёнка такого же. Поэтому не нужно. Нельзя хотеть ребёнка как самостоятельное явление. Да, нельзя. Если вы там живёте с партнёром, если вы живёте с партнёром какое-то время, если вы чувствуете, что доверяете друг другу полностью, если вы сделали всё, что хотели, добились всего, чего хотели, то ребёнок, он скорее всего, появится сам собой, да. Это будет естественно, и вы будете рады. Это будет естественное продолжение, как бы, вот, вашего развития. Но нельзя хотеть ребёнка как самостоятельную единицу. Потому что желание ребёнка как самостоятельную единицу означает ожидание по отношению к нему. А это всегда негатив, потому что вы можете быть оброчарованы ребёнку, может быть плохо из-за того, что от него он чего-то ждёт. И так далее. То есть, никто в итоге счастлив не будет. Поэтому, такой вам можно дать ответ, да. Вот. Подумайте над всем, что я сказал. Здесь нет никаких конкретных рекомендаций. Вот. Но мне кажется, что на деле вам нужно побеседовать с психологом на предмет восприятия возраста. А потом всё-таки уже больше вместе с молодым человеком проговорить все сомнения, которые у вас есть. И вообще-то говоря, определить совместимость с точки зрения психологии вас как пара. Ну и разобраться со своими чувствами, что вы хотите для себя и что вы хотите для молодого человека. Потому что, извините, но любив вы его, вам было бы всё равно на свой возраст, вам было бы всё равно, как он это воспримет. Сразу вы просто хотите, чтобы человек был счастлив и всё. А так вы стесняетесь, вы стыдитесь, значит вы хотите чего-то для себя. А значит, молодой человек сразу становится более значимым, чем должно быть в норме. И, соответственно, вы меняете своё поведение с естественного на более заинтересованное, мотивированное и прочее. А сверх мотивация, она, как правило, уменьшает естественному ходу вещей и естественному, спонтанному поведению, исходя из ваших индивидуальных особенностей. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю филосамого доброго и удача.